А перед крестами, вот справа от нас, видите такие специфические сфинксы? Это работа скульптора Шемякина. Это памятник жертвам политических репрессий, которые в том числе и в крестах бывали. Но сейчас для крестов строят новые корпуса в Колпино, Южном Принаместии. Что здесь тут будет, я не знаю. Но здание это освобождает по-какому. И вот приказчики знали этих негодяев, которые ходили каждый день. Ну уже говорят, там почти все вывезли. Уже нет никого там. Уже вывезли, видите. Так что это вообще было СИЗО. То есть здесь, как мне объяснили мои как-то экскурсанты в Юриску, здесь были подследственные. А подследственные, это значит, что еще что-то не осуждено. Идет следствие. После этого субки. И только после суда они могут быть оправданы. Если сейчас оказываются в тюрьме, тогда он уже заключенный. Вот здесь были подследственные. Но тем не менее, это самая большая тюрьма в Южбале. Ну вот одно из тоже старых предприятий. Впереди металлический завод. Тоже очень знаменитый оборонный. Там и другое. Какие-то гигантские колокола теперь иногда отливают. Для храмов, которые установлены... Ну вот, впереди слева надпись «Металлический завод». Это старинное название. До середины 19 века. И по проекту архитектора Львова был выставлен усадебный дом. В стиле классицизма. И обрада очень знаменитая у этого дома. 29. Ну и сейчас этот у Львина и Прайд уехал отсюда. Он уехал на реставрацию. И Львов мы не увидим. И сам дворец, видите, он сейчас поймутся. Я не знаю, как дальше распорядяться. Оставят вы его здесь. Потому что здание очень интересное. И с интересной судьбой. Интересно, что здесь, вот в этом дворце графа Куфелева безбородка, полгода в середине 19 века прожил Александр Дюма, автор «Трех москетеров», великий французский писатель. Вечеринский писатель, храм, воскресение Христова, сейчас новодельное. Ну, там все новодельное, великий французский писатель закрыт. И, значит, Елизавета устраивает монастырь, не успевает принять схему. А Екатерина здесь открывает институт благородных девиц. И вскоре монастырь закрыл. Так что монастырь здесь довольно красивый. Вот интересно, представляете себе? Екатерина сказала, что семья разлагает нас. Днем, а ночами писал. И вот работать ночью стало привычкой на всю жизнь. Христа Михайлович работал только по ночам. Но он здесь отшлифовал свое великое мастерство и вошел в литературу сразу в величайшем гении. Первое же его произведение «Бедные люди дали ему мировую славу». Итак, справа замок Михайловский, он же «Инженерный» – второе название замка. Ну, а сейчас он передан Государственному русскому музею. Тут огромная реставрация. Парадные залы уже открыты для посетителей. Ну, а мы, друзья мои, ненадолго выйдем, посмотрим на замок и потом вернемся вам все в дружный автобус. В церкви некоторые говорят, что надо было, наверное, только храм построить. Вот Павел трагическая личность. И что интересно, вот эту надпись он приказал выложить на фронтоне. А в то время еще была Ксения Блаженная жива, уже тогда знаменитая, святая при жизни. И вот как-то она подошла в замку, доказала на эту надпись, еще строили стены, частично недостроены были, а уже надпись это была. И она сказала, сколько букв в этой надписью, сколько лет жить Павлу Петровичу. Вот если вы посчитаете, а ему уже и было столько лет. Поняли дни сочтены. Действительно, через 40 дней после вселения в замок он зверски был и был заговорчиком. 47 букв. Тут с ятями, видите, вы, это две буквы. А вот перед замком, посмотрите, какая прекрасная работа, Карла Растрелли. Здесь прекрасная его структура Анны Анновны, императрица Сарапченко. Здесь Бестришкова, это его самая великая работа, Карла Растрелли. Он начал работать над ней еще при жизни Петра, но работа была трудная. Петр здесь изображен как римский император. Шло много лет, Петр умер, а работа еще продолжалась. Наконец памятник был готов. А потом никак не могли найти место удобное в Петербурге, где бы его установить. Елизавета так и не придумала Петровна. А потом Екатерина посчитала, что памятник ей не нравится. Вторая. Он такой нединамичный. И она хотела динамичную фигуру, провела конкурс, выиграла Фальконе, летный сапик появился. А это все так и пряталась за пустынками. И вот уже когда Павел I стал императором, вот здесь перед Минхайдерским замком, он устанавливал на очереди, в основном, в стадии Павла, посмотрите, какой матрик он делал. Градит управу. А дело все в том, что отношения у матери Екатерины Великой и Павла были ужасными. Екатерина терпит много было сомнений. А Павла называли русским домом. В процессе он отстроен, он унижен и обижен. Отношения были непростые. Более того, Екатерина распространяла слухи, что Павел вообще не сын ее убитого, ее мужа Петербурга, а я подосылся от этого. Что очень многие сомневались. И это было выгодно. Павла унижали любимый способ. Вот для того, что он... Вот свет, вот слева летний сад. Даже его цвет, такой исторический такой анекдот, что будто бы Бренна как-то на балу. Впереди, кстати, храм, сейчас повернем слева, посвящен победе при Гангуте и Грингаме. Храм еще тоже начало 18 века, слева от нас сейчас будет красно-белой рассветке. Итак, якобы на балу как-то Бренна подходит к Павлу и спрашивает, Ваше Величество, в какой цвет мы будем красить стены замка. Кто-то смотрелся вокруг, показал на фрейлину и элитовую, и сказал, вот в цвет перчаток фрейлину и элитовую. Ну, якобы в цвет этих перчаток и красил. Ну, на самом деле, конечно, в разные бухи замок имел разную краску стены. В 18 веке река Фонтанка была границей города Петербурга. Теперь это самый центр города. Но еще Петр Великий здесь, за городом тогдашним, дарил некоторые территории, усадьбы достойным людям, героям войны с шведами. И так здесь получил территорию под строительство дворца и усадьбы А первый фельдмаршал российской переграф Шереметьев. А в середине 18 века Шереметьевы уже построили дворец, который с легкой руками Андреевны Ахматовой до сих пор называют фонтанным домом Шереметьевы. После революции последний владелец... В этой спальне был убит император Павел, сын Екатерины. И тут устроили часы. Это Марсовое поле. Здесь маршировали солдаты. Был пустырь. Но во время Пасхи здесь, в Масленице, здесь были народные гуляния очень сильные, сигналом которых был выстрел пушки. Это мраморный дворец Павелского музея. И вот оттогда она подарила этот дворец, что ему это было первое время. А второй, ну, по-русу, что было. Это Катерина Смолисовна. Александр, в общем-то, и все, и все, и все, и все, и все, и все. А второй, ну, что задумала Катерина Смолисовна? А это летний сад. И канал вокруг него. И летний сад, гулять водил. Вот только недавно здесь установили фонтаны. А люди не хотят сюда ходить. Петерпуржицы думают, что это здесь когда-нибудь по фонтану. Это наводило. Это русский музей сделал по старым чертежам. И тут Петр Первый поставил когда-то, поставил когда-то статую Венеры у входа. И солдата при ней, чтобы народ ее не разбомбил. А то, это было садатство. Даже смотреть на себя в зеркало нельзя. Мы открывали и прическу закрывали сразу. А тут голая женщина. И в Европе это был стыд большой позволь. Но Петр все-таки статую. Эту статую переносил сюда. Это Нева. Это ограда Летнего сада знаменитая. А это дом Герипас. Герипаско. Это был первый гранд начальник строительства Одессы. Там его именем и назвали улицу. Это Летний сад. Сейчас пойдем туда.